Можете за меня не голосовать! Мне все равно! Да вообще не голосуйте! Начнем с восьмисерийного мини-сериала «Урок демократии», который вышел 1 сентября 2021-го. Это дебютное кино молодых режиссеров Вячеслава Попова и Дениса Гуляра. История о девочке-старшекласснице, которая сталкивается с несправедливостью по отношению к своей маме, преподавателю химии. И хочет все исправить законными методами, решив баллотироваться на президента школы от учеников. Это о молодых и для молодых зрителей. В простой и несколько наивной форме 15-минутных эпизодов рассказывает о взрослении и самоопределении. О том, что можно достичь, если не бояться, и двигаться к своей цели. Продолжая тему молодых, вспомним фильм «Выскочка» 1999-го. Эта картина практически дебют в большом кино ныне известного независимого оскароносного режиссера Александра Пэйна. В оригинале фильм так и называется «Выборы». Настоящая война развернулась между самой активной и нахальной ученицей школы Трейси Флик и ее учителем Джимом Макалистером. Выскочка Трейси хочет во что бы то ни стало быть избранной президентом школьного совета. А мистер Макалистер, конечно же, не идеальный человек, но, зная вероломный характер претендентки, готов пойти на все, чтобы этого не случилось. Остроумное кино затрагивает тему изнанки процесса выборов и сущности кандидатов, которые выдвигаются на них. Многие считают, что это лучшая роль Риз Уизерспун в ее раннем периоде творчества. На очереди два замечательных фильма Барри Левенсона, также посвященные предвыборным технологиям. Человек года 2003 года с Робином Уильямсом в главной роли. Комик, всю жизнь развлекающий публику в жанре политической сатиры, сытый по горло тупыми памфлетами и неуместными юморесками, решает кардинально изменить свою жизнь и баллотируется на пост президента. Всю предвыборную кампанию он превращает в немыслимый фарс. Самое удивительное, что избирателям это только нравится. И сатирический фильм «Плутовство» 1997, название которого в оригинале звучит «Хвост виляет собакой». Президент США оказывается втянут в скандал. До выборов остаются считанные дни, а сложившаяся ситуация не добавляет ему шансов на переизбрание. Необходимо как-то отвлечь избирателей от всей этой шумихи. Нужна еще более громкая сенсация. Ну, например, война. Помимо увлекательного сюжета, наблюдать за актерским дуэтом Дастина Хоффмана и Роберта Де Ниро – истинное удовольствие. Роман американского писателя Роберта Пенна Уоррена «Вся королевская рать» был издан в 1946. Существует три экранизации этого произведения с одноименными названиями, снятые в разные годы. Первая, 1949-го, режиссера Роберта Ростона получила триинг премии «Оскар». Телеверсию романа в 1957-м снял Сидни Люмин, а в СССР на «Беларусьфильме» вышел мини-сериал в 1971-м году. В главной роли снялся Георгий Рженов. В 2006-м режиссер и сценарист Стивен Зелли вновь обращается к истории жесткого политика, не брезгующего никакими методами для достижения своих целей. В основу книги легла биография губернатора Луизианы Хьюлонга. Главный герой повествования – журналист Джек Бурден. Поддается обаянию популисту Илла Старка. Политик становится для него настоящим кумиром. По мере общения с ним Бурден осознает, что тот далек от идеала. На заре своей карьеры, желавший искоренить коррупцию в правительстве, получив полномочия сильных мира сего, сам становится таким же, как и те, с кем он раньше собирался бороться. Прекрасный актерский состав новой версии также привлечет ваше внимание. Сюжет режиссерской работы известного актера Джорджа Клуни «Мартовские Иды» 2011 года разворачивается вокруг борьбы за выдвижение кандидатов в президенты от Демократической партии США. Честный губернатор Пенсильвании в исполнении того же Клуни оказывается не так уж чист на руку, как ожидал один из младших менеджеров его компании. Но из разочарованных идеалистов, оказывается, вырастают страшные акулы. А как же обстоят дела на эту тему в Азии? Номинант на «Золотую пальмовую ветвь в Каннах» гонконгский криминальный триллер режиссера Джонни То «Выборы» 2005 года ответит вам на этот вопрос. Как это бывает, каждые два года пришло время старейшинам самой древней триады Вошинг выбрать нового главу. Между двумя кандидатами возникает страшная конкуренция. Когда пропадает древний символ власти, жезл голова дракона, начинается беспощадная битва за власть, которая грозит триаде расколом. Бывший российский кинокритик, а теперь режиссер Роман Балабуев, представил на суд зрителя пилотный эпизод сериала «Завтра» еще в 2015, которому так и не суждено было стать сериалом. Действие происходит в альтернативной Москве 2018-го. На очередных президентских выборах команда кандидата новой партии неожиданно одерживает победу. На сотрудников новой президентской администрации сваливаются все проблемы. 25-минутный пилот оканчивается на самом интересном месте. А на этом у меня все. Смотрите хорошее кино. С вами была Ольга Сергеева. Не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк и написать свой комментарий. Субтитры подогнал «Симон»!